Мастер-класс Вот такие подстаканники Низ у них это пробка Сверху идет Плотный картон пивной Сверху наклеено Изображение на пленке Как видим в некоторых местах Пленка у нас отходит Поэтому мы ее бежалостно убираем Я не буду трогать пленку Которая хорошо держится на основе Так как есть вероятность Что сдирая ее Я могу зацепить хороший слой Нашего картона И придется не просто грунтовать Нашу заготовку А еще и ее шпатлевать Все что можно было отодрать Я уже отодрала И мы приступаем к шкурению Для этого использую Вот такую вот кубку С одной стороны она нулевкая С другой единичка Так мы отшелушиваем лишнее Что не успели убрать Плюс за счет шкурения Мы также снимем часть лака И соответственно наш грунт Будет ложиться хорошо Теперь нашу поверхность Нужно обезжирить И вытереть все частички пыли Которые остались после шкурения Для этих целей Я использую детские салфетки Туда предварительно Я заливаю спирт Или водку И это получается очень удобные Такие вот Универсальные уже салфетки Для творчества Случайно не перепутайте Не дайте их здесь Сейчас мы с вами будем грунтовать Наши заготовки Для этого я буду использовать Универсальный белый акриловый грунт От фабрики декор Если вы занимаетесь декором Занимаетесь микс-медиа То обязательно покупайте Именно большие упаковки Это получается намного выгоднее И с точки зрения почтовых расходов И с точки зрения Именно самой покупки этой баночки Я очень довольна Теперь когда делаю фотозону Или декор Покупаю вот только Все большими вот такими упаковками Вот у нас такой вот жидкий грунт Грунт можно наносить кисточкой Можно спонжиком Я буду наносить спонжика Вы можете купить вот такой вот В магазине фабрики декору Или сделать его самостоятельно Чтобы делать самостоятельный спонжик Вам понадобится Обыкновенная кухонная губка Мы ее вот так вот режем Вы можете в принципе Уже брать ее И макать В грунт Но я люблю делать ручку ей Обрезаем нашу лубку До нужного размера Видите уже она удобно входит в баночку Берем оборотовенную канцелярскую Такую вот прищепку У нас получается очень удобная ручка Если вам нужен например Более жесткий валик Более жесткая фактура губки Мы тогда сгибаем ее пополам И крепим вот так И как видите Вот эта полистая поверхность Натягивается Спонжик будет работать Абсолютно иначе Первый слой грунта готов Мы подождем Когда он высохнет И покроем уже вторым слоем грунта Когда и он высохнет То покроем заготовки Белой акриловой краской От вопреки декора Я не буду эти этапы снимать Это очень долго и скучно И мы уже буквально в следующем кадре С вами займемся Работой с декупажной картой Итак В нашем любимом магазине Фабрики декора Я нашла вот такую вот Потрясающую декупажную карту С бабочками винтажными И давайте с вами будем Определяться Что мы хотим клеить Мы кладем нашу заготовку Под декупажную карту И выбираем актив И как мы выбираем Мы продавливаем Немножко бумагу Чтобы был виден контур Вот Меня это вполне устроит Вырекаем Мы пьем миску с водой И на нибу И вот так вот опускаем Нашу бумагу А пока даймемся Самой заготовкой В декупаже Используется специальный Декупажный клей Он из себя представляет Дисперсию Клея ПВА Но У меня сейчас На данный момент Его нет Но вполне Можно его заменить Вот таким клеем Профессиональный переплет От фабрики декора Видите Как он универсальный И в скрабукинге Хорош И для декупажа Наносим наш клей Разбавляем его немножко водой Должна быть небольшая лужица Но не прям очень такая вот Глубокая Чуть-чуть Берем декупажную карту И раскладываем На наши заготовки Для того, что она влажная Очень хорошо ездит В разные стороны Мы можем определить Как нам будет Более красиво Это сделать Так Видите Как она хорошо легла Теперь губочкам Еле-еле Вот так вот Касаясь Выгоняем Лишнюю воду И приглашиваем Нашу заготовку Чтобы вот эта Лишняя бумага Нам не мешала И проходимся По краям Держим губку под углом Вот так вот Теперь нам нужно защитить Нашу бумажную поверхность И сделать непроницаемую Пленочку из лака И для этих целей В фабрике декора Есть несколько видов лака У меня в данный момент Это супер глянцевый лак Также есть томатовый лак Но прежде чем Сделать финишное покрытие Я решила добавить Подставочкам Немножко лоск Берем краску металлик Называется Римское золото Буквально Немножко мальчик И вот здесь Проходимся Также в фабрике декора Есть вот такой вот Питум Как вы видите Я очень часто им пользуюсь У меня самая такая Грязная баночка Битум вязкий Имеет специфический запах Поэтому будьте к этому готовы При помощи битума Мы делаем Такие вот Пятнышки Которые Очень хорошо Старят поверхность Ну что Подставочки мы с вами Завинтажили немножко И теперь можно приступать К последнему штриху К нашему финишному покрытию Наносить я его буду кисточкой В идеале нужно 2-3 слоя лака С промежуточной просушкой Есть приемы декупажа Когда нужно намного больше слоев лака Причем После каждой просушки Мастер берет абразивную губку Опять же нулевкую единичку И проходится по лаку Места которые мы проходили металликом Очень красиво начали блестеть под лаком Сейчас вам покажу Немножко ближе Вот они Вот собственно мастер-класс подошел к концу До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok